Друзья, ну вот наш автопробег с Егориком подошел к концу. Мы благополучно добрались до Ниццы и сейчас здесь гуляем. Завтра Егор подеет в лагерь, а я буду его ждать. И потом едем обратно в Россию. Но это уже будет новая дорога, новый путь. А пока вам сегодня покажем еще вечерние картинки Ниццы. Вечерняя Ницца. Ужины. А это же лотерея, которая называется Биноккио. Тут очень вкусное мороженое с разными, очень чудесными. Привет, друзья. Сейчас я бы хотела вам рассказать, как же я провел эти 4 дня с бабой на машине. Все началось с того, что мы давно запланировали наш маршрут. Мы, правда, не очень четко знали, куда мы доедем, потому что мы все по силам выделяли. Первый день мы пересекли в Москву, в Белоруссию. В Белоруссии мы остановились в Бресте, чтобы посмотреть там, где началась великолепная война. Дальше мы приехали в границу и оказались в Польше, где переночевали в мотеле. Дальше из Польши мы приехали в Австрию и Вену. То есть мы пересекли Чехию и другие страны. В Вене, а там же мы... Это очень уютный и красивый город. Очень популярный и также в нем очень красиво. Город смахивает на город 19 века. Дальше из Вену мы перебрались в Венецию. Кто смотрел Хоббит, наверняка сравнивал Венецию с озерным городом, где жили некоторые популярные герои. В Венеции мы были на одном самопопулярном острове и гуляли по всей Венеции. В Венеции такие маленькие улочки, что ты даже с трудом можешь протиснуться, расстарев. Сейчас мы в Ницце. Это конечная станция нашего путешествия. И вот заканчивается наш вечер, когда мы едим мороженое и вспоминаем о том, что было. Завтра у меня начнется лагерь и будет новая жизнь.